приветствую зонки для цитрусов как там классиков уж не по осенью дышал уж осень так дышит прям вот в потылок дышит уже пора все заносить у меня еще некоторое растение конечно же на улице она погода еще полуд еще достаточно тепло и вот сегодня солнышко и теплы не вот и футболки мне не холодно очень комфортно и да много растений еще на улице но уже многие позаезжали даже заехали в дом все они помещаются для цитрусов некоторые растения заехали в дом в прихожую заехали бананы плюмерии и пассифлора вот такие два жир опасненьких бананчика хорошо он так становится под подоконник горшок большой горшок очень большой не помню сколько он литров по пуче посмотрю для примере конечно же нужно еще подставочки чтобы батарея не грела прям горшочек на подоконнике орхидеи и вот еще один банан с блюдечком туховато я его немного подсушила потому он стоит в миске для того чтобы хорошо напитывался грунт водой поливался он-то на улице со шланги и потому грунт немного подсох вот такой тоже жирненький у него тут два растения один побольше один детка поменьше вот и пассифлора это пассифлора с бали привезена квадрангулярис как бы самая крупноплодная цветок не должен быть крупный вот у нее два плодика есть посмотрим как созреют дело в том что с этой пассифлора у меня прям куча мороки ей не подходят мои условия вернее не все и на улице и в 45 было жарко цветочек она не раскрыла растет она вот в 15 литровом ведерке таком удобрение от тиндере я несла рядышком от племярия сорок пять ей было очень жарко потом в тенечке я поставила она все равно сбросила и бутоны она ничего не раскрыла и вот только в доме тоже не с первой попытки такой вот вот на фоне ладошки уже раскрылись цветочки раскрылись и лопнули пальники была пальца и она полилась сама на себя плодик и довольно такие вот увесистый вот такой тяжелая такая дынька и вот 2 был еще один плодик но он резко скушился и отвалился то есть она очень регулирует и вон еще бутоны но он какой-то недоразвитый скорее всего он потом отвалится вот он недоразвит она очень контролирует но условия конечно же искусственные для нее ну посмотрим какой будет вкусовое качество вот еще бутончик маленький но скинуты были еще два бутона были сброшены у моих орхидей сейчас период покоя тут вот на фортепиано укоренялась ванильная орхидей к все сейчас пока пока без цветов они так зимы очень долго цвели поскольку бананы не стоят на самом подоконнике стоят за но около подоконника хоть и по уровню высота нормальная но двор накрыт поликарбонатом конечно же они не получают столько солнца сколько нужно было бы им и придется делать подсветку попозже я для потолок на потолок закажу подсветку сейчас все позаношу разберусь со всеми растениями и они будут искусственно подсвечиваться и пассифлора и бананы и кое-что попадет орхидеям и плюмериям вот такой огромный классный лимон юзу вот у него уже даже плотик созрел следующий ролик ну или там через ролик потому что у меня так много информации накопилось а всю неделю у меня была занята да и электрики помогали не было света генератор горчал как тиранозавра во дворе приходилось его заводить потому пришлось с роликами немножко повременить вот такой вот классный лимон о нем конечно будет отдельный ролик но посмотрите какие у него колючки огромные они просто громадные вот а вот на три пальца как сало меряет так и колючки можно мерить это огромные колючки листья с крылаткой он был пересажен немного не вовремя его немножечко засушила потому него только один плотик вот беседка все растения вымыты горшочки вырван сорнячок и все готовятся заехать уже в зимний сад то есть закончу снимать ролик и конечно же начну все это заносить размещать по вакантным местам вот конечно же зара все проверит вот есть поменьше растения тоже все горшочки перетерты перемыты грунт верхний освежен пассифлора цветет как сумасшедшая не несмотря на то что через пять дней буквально уже ноябрь она вся в бутонах вся в цветах конечно завязи это мало но они принципе и ни к чему вот с той стороны плодики есть их придется снять и дозаривать отдельно а так это вот такая огромная лиана заплела она за лето конечно шикардосном беседку так что садите пусть флоры в грунт около беседок они шикарно заплетают обалденно цветут цветы такие космические необыкновенные у них плюс еще и плоды если вы вот пораньше дата потрудитесь посадите ее разгоните верхней в горшочке то потом беседка выглядит очень красиво много растений с плодами у кого вот уже созревают у кого еще рано кто-то вот там молодой какие-то прививки для себя делались пересаживались это редкие растения экземплярчики вот пергамоты кумкват и несмотря на то что буквально через пять дней у нас будет ноябрь растения и с приростами и с бутонами кто уходит спокойно дозаривает плоды на ком-то же после жары вот появились приросты так что сказать что все растения чувствуют хорошо погоду нет приросты есть бутоны есть кто-то свести собрался на ком-то маленькие зависти кто-то был куплен там до из уценочки так что все абсолютно чувствуют себя отличненько такая армия цветных горшочков будет защищать 70 вот еще и прививки и авокадо прививки на улице и что-то доделывалась какие-то черенки там получала эксклюзивные скажем так то есть ну похоже еще еще радует в самом же домике для цитрусов конечно же при солнышке и при закрытых окнах там остались буквально открытыми два окошка и вот я только утром двери открыла теплее намного теплее такой климат тропический влажность и влажно и теплее вот кофе какой классничие какие ягоды у него уже парниковый его забыла слова такой парниковый эффект вот манга манга эти египетские тоже с ними все хорошо главное вот вовремя пересадить правильно обработать и все будет отличненько полочка с кактусами ананасами всем тепло всем комфортно все растут варикатный кофе видите какая ветка варикатная может быть кукожица листочки то придется обрезать плотики тоже вот наливаться стали на нижних полках прививочки и сад тоже постепенно заполняется конечно же растениями часть уже занесена много занесена вот орхидейка цветет мы начинает уже так окрашиваться наливаться еще у меня такие два кашпо новеньких посадила туда суккуленты попробуем посмотрим они без дренажных отверстий а я все-таки предпочитаю дренажные отверстия ну посмотрим как получится у меня подружиться с такими композициями пока пробуем вот эти летние композиции по разрастались обалденно цветут заполнил ли собою все пространство в горшочках вот олеандр цветет то есть как бы ничто ему не мешает и сейчас здесь довольно таки тепло вот 25 градусов влажность 60 хорошая довольно таки и такой да ощутимый парниковый эффект растениям это нравится именно такой эффект только весной и только по осени потому что летом это сухо и жарко ну а в зиму конечно же прохладно прививки на на олеандре довольно таки успешно получились все прививочки прижились все с ними отличненько вот вариегатная уже пошла в рост прививочка вот новый прирост на ней то есть прививки на олеандре прижились прижились хорошо вот три с первого раза вот вот эту вот почечку я удалю а тоже вот здесь вот есть молодой такой приростик на этой прививки получается еще нету это у нас белый это персик вот персиковый тоже идет уже в рост и вариегатный пошел так что лиандра можно смело прививать прививки удались ну так побегала набегалась и улеглась пока я здесь буду ходить тоже плоды уже наливаются начинают окрашиваться начинает разбавляться зимний сад такими желтыми оранжевыми красками вот свете афелия с давидом кто-то цветет кто-то с приростными но в основном конечно же начинают вот окрашиваться плотики начинают виднеться поярче получше потому что до сих пор да это только одна зелень вот стали так плоды более выделяться заполняется все большим количеством горшочка кто-то с плодами кто-то нет вот тоже видны уже плотики начинают окрашиваться ищите многое будут обзорные ролики по сортам здесь еще довольно таки просторно потому как именно в эту половинку будут заезжать вот те растения которые стоят в беседке вот это хайн желтыми плотиками у кого-то зеленые бутоны цветы и в общем целый хаос о том что вообще осень прирост и вот нет растения об этом не слышали и не собираются но главное что у них это происходит произвольно то есть по природам по их биоритмам я не стимулировала у них приросты потому они спокойно их вызреют что они там себе надумали может быть часть будет сброшена потому как эти приросты появились без моей стимуляции без месения каких-то удобрений и стимулирующих препаратов вот мандарин оровал заехал чуть-чуть его подсушивала накосячил он-то плотный плотик вот дольше романа с такими вот чудными плотиками у нее так очень проявляется такой сосочек на плодах тоже такое прикольное растение вот так что то что осень и то что конец уже октября в растениям это ни о чем не говорит они решили что еще будут у них приросты и посмотрите я показывала пролики что я обрезала очень сильно мандарин рубина вот какой он нарастил шикарную крону так рано было первых загущена во вторых была поражена сильно клещом и вот я потравила то что руку лишь любит у меня несколько буквально растение это помола чандлер рубина еще кого-то еще кого-то одного он очень любит эти три растения всегда поражаются первыми вот я предпочла снести ему всю эту крону и посмотреть не так уж много времени прошло у него шикарнющая новая крона так что обрезайте смело ничего не бойтесь экспериментируйте вот миниола упирается в потолок нужно же до добраться потом попозже вырезать эти веточки и плоды растит и прироста вон новых куча такие лампочки образцовые и вот окна открыты и на плодах виден конденсат теперь в разница температур вот солнышко вышло потеплела парниковый эффект и уже конденсат есть даже на плодах вот и так все со всеми пучком моя королевская стрелица я была пересажена начинается у нее тоже вот прирост и листочки расти я посадила в широкий горшок и это было не очень хорошо я видел что и не очень нравится потому она была пересажена в другую горшок поуже рядышком у меня еще есть стрелица николая я купила себе больше экземпляр размером полтора метра сейчас обойдем с той стороны вот в черном поменьше горшке положила туда мешанку крестовник роули это стрелица николая они отличаются от королевской у королевской листья такие узкие худые у стрелица николая же листья более таки широкого и больше похоже на банановые вот она тоже уже высокая так что будем наблюдать и и вот плодики зреют санбакан такой классные лампочки такие будем наблюдать за ростом этих стрелиц и стрелица королевская у меня уже цвела так что будем ждать повторного цветения и будем ждать стене стрелица и николая вот я поставила около афелии у нее получилось два растения как бы две детки то ли она раньше поделилась общем я не знаю я купила ее уже довольно таки подрощенную и вот она такая чудная листья огромные классные блестящие потому будем ждать смотреть наблюдать как она там получится получится ли увидеть домашнее цветение у меня есть перепады температур сезонные да как бы температуры можете это поможет она не очень большом и зрелом возрасте зацветет вот такие бомбочки на свете все пространства начинаются все подставочки заполняться растениями вот тоже дахайн но по всей видимости этот будет уже с оранжевыми плотами семья тот экземпляр желтыми а этот возможно будет с оранжевыми вот карамбола заехала тоже на солнышко под солнышко скажем так максимально плоды фраголы начинают тоже уже так ярко-ярко выделяться чем каждый уголок начинает заполняться заставляться горшочками и растениями вот даже манга рукотворный скажем тогда там привита на домашний сенец тоже выдал маленький прирост то есть то что осень и октябрь и скоро ноябрь как бы не отражается на растениях кто-то дозаривает плоды кто-то выдает прирост и ну такое всякое разно можно наблюдать вот кумкват варегатный тоже уже так проявляется желтизна и вот так валяются поддончики потому что заношу горшочек выбираю для них поддончик и ставлю на пмж в таком горшке лимоном это лимон диаскурия у него такие чудные плоды как бы гладки на как у мейера по структуре гладкий такой немножечко вот да там целлюлитный вот этих вот побольше это первое его подношение сам экземпляр из чешского питомника адава он был в маленьком горшке и стоял вот с краешку на полочке там где сейчас чайная камелия за лето он был пересажен подрос хорошо и такой классный экземпляр с растения подросли за лето им все нравилось нравились условия и теперь а теперь хожу и бегаю думаю куда куда же вас все составить монстриков таких коней таких вот чайок цветет вот все больше и больше на нем раскрывается цветочка сейчас я его разверну вот такие цветы тоже так классно вот октябрь чай цветет прирост и цитрусы цветут так очень как вроде бы скоро весна они зима еще немного будем срепать ролика о плодах микроцитруса они уже так окрасились по интенсивнее вот один экземплярщик а второй уже так по насыщеннее окрасились так же скоро будем их разгружать вот шон кокан заехал с таким классным плодиком чем так все плотненько становится вот этот экземпляр у него вот курченая такая фигура фактура здесь привитые мандарет и декапон и этот экземпляр он рос в грунте в грунте ему я не помню что за подвой потому что этот подвой я купила и человек заморачивался он вот так вот закрутил ему веточки то есть это очень так декоративно смотрится прививки у меня тут удались прижились и два таких интересных сорта но в грунте а там именно вот посадочная яма и глина он не очень хотела расти и поскольку ивасаки оказался очень вкусным на его место заехал ивасаки а он поехал в горшок конечно же крона ему была подрезана подстрижена он будет в горшке будем наблюдать как он растет прости будет может быть ему не нравилось этому подвою груна о глина потому что я не помню я не помню кто это да все это время вот прививки делались семнадцатом году то есть вот у меня тут дата стоит и они хорошо отросли и уже были побольше но пришлось их подрезать подвой не давал приростов потому инфицировать его не удавалось ну ладно попробуем посмотрим понаблюдаем именно вот в таком язык в горшке здесь уже так поплотнее все здесь больше растений заехала они становятся занимают промежутки все подоконники уже заняты рослынками вот где кое-где еще конечно же пустота есть вот там стульчик непристроенный ну туда сегодня уже кто-то заселится на подоконнике появляется все больше и больше мелких растений они займут все подоконники вот яблоко звездное подросло за лето хорошо главное не заливать его вот проблема у меня с ним было нужно его немножечко чересчур поливала вот и васаки который заехал на вакантное место и хочу от него таки много плодов вон планы лина плоды начинают созревать уже то есть о том что уже как бы осень я вижу только по своим растениям что немного занятая захожу уже там созревают там пожелтели там он шоколадного перся в потолок и погода так напоминает что пора бы уже все все занести вот подводчики выстроились в рядочек ой вот кто-то разинул рот лопнула кожура ну пусть пока повисит вот мейер усыпан общем так классно когда вот так заполняет солнышко солнечные лучи цитруса еще не жатся вон апельсин каракара заявлен как каракар плодонжение именно на этом экземпляре первое так что скоро посмотрим самом деле ли он каракара потому что не есть есть какое на эти маленькое сомнение что это подлинный каракара вот растение заносятся большие экземплярчики становятся в промежутках каждый свободный уголочек скоро будет занят конечно никогда еще больше разрастутся а я уже не знаю как не регулировать количество растений нужно этот сорт интересен и этот сорт интересен этот еще не пробовался не знаю как вот те которые в грунте разрастутся да как я потом буду выбирать сорта не знаю вот грейфрукты тоже с приростами и конечно же попадая в такие условия с улице они выдадут еще по приросту но главное что это те приросты я ничем не стимулировала и они самостоятельно вот слава мичорина апельсинчик тоже уже по неудивительно уже скоро октябрь индио да вот такой весь зелененький вот так вот еще здесь место есть на подоконниках заедут мелкие горшки вот манго в грунте вот там вот кто-то цветочка на ком-то дозаривается плотик этот который сафор тоже плотик вот уже начинает окрашиваться я ему еще в крону сделала прививку мерлина так что посмотрим вот там вот клемминдор с таким своим мелким пока горошком он еще смешная такая торбочка вот этот вот ивасаки я про него забыла когда снимала ролик хотела же снять но мандарин остался ладно пусть пока уже дозреет до полной кондиции потом уже снимем и посмотрим лаймы мексиканские тоже уже срываются в чай плотики все начинают дозревать вот теперь с этой стороны хорошо видны плоды на фраголе начали вырисовываться чем скоро будет ярко красочно потом будет много цветов а потом опять зелени много много зелени вот плодики висят веточки пригибаются от тяжести плодов бергамоты вот на растопырках раз по распертая вот таким вот образом не ломают ветки плоды и есть шанс что все-таки до зряет максимальное количество плодиков на этих экземпляр чеках вот главное им по подпирать все ветки все плоды вовремя потому как веточки хрупкие и зачастую он ломается банан розовый еще дозревает он когда созревает лопается и получается такой как бы букетик вот апельсинчик и хорошо так разросся крестовник забыл его название вот у него листочки похожие на как будто бы дельфинчики выпрыгивают из воды тоже такой крестовник прикольный камелии с бутонами в общем все начинают заселяться заезжать все уплотняться все посадочки все горшочки скажем так вот бананы тангоры всякие скоро скоро посозревают плодики вот с плодами даже ванильный лимон потому как он из чешского питомника получила его малышом совершенно ну вот уже он тоже есть плоды у него а затем лимончиком инжиры это редкие сорта получены и от итальянского инжировода скажем так франчешка с франчешка ларуза посмотрим они пока вот будут в горшках и будут потом таки долго еще в горшках единственное что потом они увеличатся горшочки но посмотрим не обманули по сортам ну что очень интересно было так сложненько с доставочкой вот плод манго еще дозревает так что будем пробовать будем все посмотреть дифферантес отсел вот тогда прикольно выглядят эти плоды лимона диаскурия солнышко выглянула хоть и на улице не холодно но конечно же в темнем саду при солнышке куда уютнее комфортнее и теплее сквозняка нету буквально там окошко 2 которая открыта она не дает никакого сквозняка и такой эффект парниковый хороший прям очень комфортненько здесь находиться и удобно и цитрусом и суккулентом посмотрим как все суккуленты переживут зиму понравится ли им условия которым нравятся цитрусы и манго нужно все-таки привык в приоритете это плодовая экзотика вот даже петаха и это тоже крестовник роли пошла в рост надо будет на ней сетку натягивать потому что она подгорает к сожалению солнце такое радиоактивное активное и два слоя поликарбоната не спасают и вот под потолком она таки подгорает вот такой кратенький обзорчик что и как на сегодня а сегодня уже 25 октября скоро скоро совсем ноябрь совсем станет прохладно сыра и уныло но у нас все время будут зеленые красиво кто-то цветет у кого-то приросты у кого-то цветочки там орхидейка цветет там какой-то кактус зацветет и все время есть такое движение все время есть зачем смотреть есть зачем ухаживать потому конечно же отрастите все что получается все что получается у вас найти достать и вырастить пробуйте абсолютно все не совсем вы подружитесь что-то вам не подойдет кто-то не захочет жить в ваших условиях все пробуйте пробуйте все прививать и укоренять потому что вот и прививки олеандра удались не обязательно это растить нацет горшков этого олеандра если вы его там поклонник можно все это совместить как бы как мы делаем дерево сад на цитрусах точно так с олеандром собрать несколько цветов на одном экземпляре ну все пробуйте всех обнимаю до новых встреч пока а я пошла заносить растение как все занесу и обязательно вам покажу всех обнимаю целую пока а а